На этой неделе специалисты будут проводить ремонтные работы с кратковременными отключениями холодной воды в Самаре. Так, во вторник 11 июня планируют заменить запорную арматуру на насосной станции на улице Урицкого. С 11 до 14 часов не будет холодной воды по адресам Урицкого 28 и 30, Пензенская 26 43 45 51 53, Владимирская 37 41 43 43 А 45, проспект Карла Маркса 11 13 15 19 21 В 23, Тухачевского 24 26 28, Пятигорская 4 8 10. В этот же день запланировали замену трех пожарных гидрантов на Самарской улице. Из-за этого с 9 утра до 5 вечера холодную воду отключат по адресам, указанным на экране. Футболисты Крыльев Советов сыграли за сборные России и Беларуси в товарищеском матче, который прошел в Минске. Юрий Коршков вышел в стартовом составе сборной России и провел весь матч. Александр Солдатенко вышел на замену на 78-й минуте встречи. Кирилл Печенин вышел в старте сборной Беларуси и сыграл 59 минут, уточнили в пресс-службе. Встреча завершилась победой сборной России со счетом 4-0. По данным регионального главного управления МЧС, сообщение о пожаре в мебельном цехе на заводском шоссе 8П поступило в 9.31. Горел двухэтажный ангар на площади 500 квадратных метров. Была угроза распространения огня. На месте работали 69 человек и 22 единицы техники. Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий штрафы за опасное вождение. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов в своем телеграм-канале. Законопроект разработан, официально поддержан правительством и вносится в Госдуму, рассказал парламентарий. За нарушение правил дорожного движения предусмотрен административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей. При повторном нарушении грозит лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Россияне рассказали, сколько должен длиться идеальный отпуск. Опрос провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы. Лишь 2% россиян уверены, что для отпуска достаточно 10 дней. По мнению 13% респондентов, для полноценного отдыха нужно 2 недели. Для 17% 3 недели. 3 из 10 опрошенных считают, что отпуск должен длиться 4 недели, гласят данные опроса. Среди женщин больше тех, кто успевает отдохнуть за короткий срок. А среди мужчин больше сторонников 4-х недельного отпуска. Также россияне с доходом выше 100 тысяч. Чаще других предпочитают продолжительный отдых. Каким последствием может привести переедание мяса, приготовленного на огне? Если есть шашлык в умеренном количестве, то никакого вреда не будет. А вот от переедания могут быть диспепсические симптомы. Это тошнота, боли в эпигастрии, верхней части живота, рассказал гастроэнтеролог Калимат Богатова. Врач также отметила, что шашлык готовится на основе множества разнообразных специй, трав и добавок. И это все впоследствии сильно раздражает желудок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова